Дорогие друзья, меня зовут Ирина Подзорова, я являюсь контактером с внеземными цивилизациями. И сегодня с нами присутствует Дмитрий, уже хорошо вам известно, он будет задавать вопросы. И сегодня я изъявил желание отвечать на его вопросы по ведической астрологии и законам духовного мира Архангел Михаил. Он пришел и сказал, что сам желает отвечать на вопросы. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Ирина. Я приветствую дорогого нашего наставника Архангела Михаила. Благодарю его за эту честь задавать ему вопросы и получать от него ответы. Слушаем, Гори. Так, значит, начнем мы с раздела «Прашна». «Прашна» — это санскритское слово, оно означает «вопрос», и это раздел астрологии, который посвящен вопросам. Ведическая астрология, она позволяет отвечать на вопросы человека, заданные астрологу в определенное время и в определенном месте. При этом, если расшифровывать гороскоп, составленный в этом месте и в это время, когда был задан вопрос, то этот гороскоп, он показывает ответ на этот вопрос. У меня такой вопрос. Значит, какой закон или процессы лежат в основе этого явления? То есть, человек пришел к астрологу, спросил его что-то, астролог на этот момент вопроса составил карту, прочитал ее и дал ему ответ. То есть, какой вот закон лежит в основе этого, какое явление? Архангел Михаил говорит, приветствую вас всех, посылаю вам свет своей любви. И в основе этого явления лежит прямой контакт с куратором, который дает ответ астрологу на тот вопрос, который волнует человека. Как он может быть? Не только определенный, но как в любом месте и в любое время. И есть такие, есть там потом такие учения, когда определенные вопросы можно задавать там в определенном месте. Но вообще изначально это вот как контакт с куратором. Либо с высшим я человека, либо с его ангелами, ангелом-хранителем, либо с другими кураторами. Когда составляется гороскоп, он как ему показывает мысленно, как расшифровывает его куратор. Понятно, дает знание, да? Да. Как ответить? Так, благодарю. А вот направляет ли кто-то вот вопрошающего в этот момент, помогает ли ему задать нужный вопрос, чтобы изменить свою жизнь? То есть вот кто-то воздействует на того, кто задает вопросы. Вот, ну кто пришел к астрологу. Чтобы человек, ну он пришел и он получил нужные ответы. Ну, воздействует на него его, высшее я может его привести к астрологу, его кураторы, чтобы помочь ему как-то получить ответы на свои вопросы. Высшее я, понятно. А можно ли таким образом получить ответ на любой вопрос, абсолютно на любой, вот придя к астрологу, который через своего куратора может ответить на любой вопрос? Ну на любой, в пределах терминологии этого контактера. Его как знание о мире и его терминологии. Например, если человеку, владеющему там русским языком, спросить, какой там, знаешь, главная улица в испанской столице, не ответить, ну нет понятильного аппарата. А в пределах его терминологического аппарата, его духовного опыта, убеждений, то есть внутренней наполненности контактера определенными лингвистическими структурами. В этих пределах можно любой. То есть используется память астролога, да, и вот из этой памяти, ну, как бы он может отвечать на основании того, что там есть. Ну, как контактер, наверное, да? Дело в том, что контакт астральный, он так и характерен, что если куратор будет вкладывать знания, которые неизвестны контактеру, они как для него будут белые шутки, ну, как невоспринимаемые. Или опять воспринимаемые на уровне его планеты. Благодарю. А вот такой вопрос. Подобное знание, оно используется где-то еще на других планетах. Вот, ну, именно прашна вот эта методика, когда кто-то у кого-то спрашивает, и тот отвечает с помощью техник определенных, кроме Земли. Ну, есть такие учителя, вот он говорит в Международном Союзе, есть такие учителя, которые как учеников учат, как им, ну, не советы в жизни дают, а вот чему-то более материальному. А про свою жизнь все приучаются спрашивать у себя. А, каждый, каждый у высшего «я» своего спрашивает. Понятно, благодарю. Вот, следующий раздел, по которому будут вопросы, он называется «Мухурта». «Мухурта» дословно в переводе санскрита означает «час». Вот, и этот раздел, он посвящен выбору благоприятного времени для начала любой деятельности. Ну, например, то есть есть такая зависимость, например, семья, созданная в благоприятное время, она существует долго и гармонично. Зачатие ребенка в благоприятное время происходит и приводит к появлению благочестивого потомства. Ну, или, как вариант, если открывается бизнес, компания в благоприятное время, то это приводит к тому, что она процветает. А вот, соответственно, хотелось бы получить от уважаемого Архангела Михаила подтверждение, есть ли закон зависимости результата деятельности от времени ее начала? Да, это зависит от результата деятельности, от времени ее начала, но это понимание, как идет из духовного мира, то есть в плане воплощения бывают определенные как разветвления. и они видны на ленте времени и видны, куда эти разветвления приведут, какие-то события. И если найти точку вот этого разветвления, и в этой точке, если ее наложить на реальное время, наложить начало события или какого-то процесса, то оно в большей степени вероятностью пойдет по пути воплощения, как более быстро, будет наполнено более благостными энергиями, а если это будет назад или вперед по времени, то могут препятствия появиться. Понятно, то есть это связано с… Это как взгляд из духовного мира, он говорит, как он изначально был. Ну, оно как бы материализуется, получается, то есть это все. То есть из духовного мира видно, когда, в какой благоприятный период лучше всего начать это дело, потому что там видно еще, как в ленте времени видны временные линии других людей, которые не видны человеку. Ведь исполнение того или иного процесса, выполнение как события, воплощение мечты, оно часто зависит, ну, очень часто в обществе и вообще земном, зависит не только от человека, но и от окружающих людей, от их действий, от их линий событийности. А этот человек учесть сам не может, то есть он не знает, когда там кто захочет помочь ему или помешать, а вот из духовного мира это более четко видно. Но только должен быть опытный человек в духовном плане и в контакте с ангелами, который будет это делать, чтобы не ошибиться, а вот оказать точечное воздействие на ткань реальности, чтобы на ней были вышиты цветы божественной благодати. Ну, вообще красиво представил это все. Так, а вот, ну, то есть этот, получается, как бы закон, он, назовем так закон, он распространяется на любой вид деятельности. Любая-любая деятельность, она как бы подвержена вот такому, да, проявлению. Ну, больше как значимые события. Значимыми я называю события, которые имеют значение для духовного развития человека и для материального развития, которое будет направлено на повышение вибрации. Но бывают значимые в положительном смысле, бывают в отрицательном. То есть эти те и другие события могут быть значимыми. Обычно в Мирвозном Союзе и в Галактической Федерации Света время, когда лучше начать то или иное действие или продолжить его, там, какие-то точки, не начало, а продолжение процесса. Это как узнают через Высшее Я и через Ангел-Хранитель. Замечательно. То есть, вот Михаил, можно, да, получается, изменить судьбу человеку, если он будет знать, когда начинать ту или иную важную деятельность. Он может даже, ну, что-то изменить в своей жизни, что было запланировано не так, да, если он будет обладать этим Знанием. Он будет приближаться к плану воплощения, который сам запланировал. Ага. Если он будет выполнять свою задачу, то ему будут помогать его наставники, ангелы и кураторы, и дальше идти по этому пути. И давая ему возможность радоваться этой жизни и этой своей миссии, будут давать ему возможность воплощать не только духовные цели, но и материальные. Ага. Как они будут делать это? Они будут возбуждать в его душе желание, импульс желания начала какого-то действия именно в нужный момент. Именно. Поэтому так важно научиться доверять себе, научиться доверять Вселенной и полностью довериться Богу. и помнить, что результат наших действий зависит и от нас, а зависит и от людей, и от Бога. Практически в равной степени. То есть Бог даёт нам силы и разум, и энергию для воплощения материальных, каких-либо природных сущностей, предметов. Но мы своей волей, своим желанием, энергией это как принимаем. И это, называя совместное действие Бога и человека, называется синергией. И вот эта синергия, это и есть жизнь в сознании Бога. Как бы он ни назывался, на каком бы языке земли, какое бы имя ему не дали люди, это всегда одна и та же божественная сущность. Её можно распознать по активному распространению любви, радости, жизни, истины. Если вы это видите в каком-то, ну, казалось бы, вам, мифологическом существе, эти признаки, то так люди называли Бога. Истинно. Да, благодарю. Михаил, подскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что ангела не направляют, они помогают, они подсказывают. Не столько всего делают для человека. А что может сделать человек, вот воплощенный дух на земле, для того, чтобы, ну, порадовать ангелов, да, то есть что-то вот отблагодарить их, как это сделать ему? Ангел радуется, когда люди становятся похожими на них, тогда они не чувствуют себя бесполезными. Они тогда не чувствуют себя ненужными, они чувствуют себя едиными с людьми. И когда к ним присоединяется дух, который был ниже их уровня, то на небе, как в районе, начинается праздник. Вот такой, как они радуются, как бы в крыльях хлопают. Замечательно. Вот. Ну, ладно тогда, благодарю. Следующий такой вопрос тоже, вот, в завершении этой темы, Мухурта, да. Я заметил, что, ну, люди ко мне обращались, я говорил вам о благоприятном времени. Ну, у некоторых людей получается что-то начать вот важное, да, в это благоприятное время, которое я рекомендую. А у некоторых, ну, словно вот препятствия идут, они не могут, вот у них множество препятствий появляется, чтобы это сложилось так, и деятельность, она началась, ну, в благоприятное время, которое я сказал. То есть, вот, кто может создавать эти препятствия, и почему, как бы, человек не может начать деятельность в это время? Важно. Так часто бывает, когда человек, ну, как обманывает, обманывается своими желаниями, и спешит начать деятельность, когда для ее воплощения еще не пришло время. А его духовные наставники, консультанты, ангел-консультанты, ангел-хранитель, все его светлые кураторы, они это видят из духовного мира и ставят событийные преграду, преграду событийному ряду. чтобы он не испортил все дело своей поспешностью. Иногда, нет, она так говорит, вспомни, что когда ты только увидел плод на дереве, и он еще не созрел, если ты, терзая сильным голодом, сорвешь его и употребишь пищу, он не принесет тебе ни наслаждения, ни пользы. Ты только с отвращением откинешь невкусный, горький или кислый плод и от этого не вырастет целым. Благодарю. То есть, можно как бы людям объяснить это, что если у них не получилось что-то, то есть, возможно, время как бы еще не пришло начинать эту деятельность. Созреть. Очень важно иметь не только сеять пшеницу, но и ждать времени, когда можно пожать созревшее зерно. Понятно. В это время очень важно молиться о дожде и необходимом солнце и дожде, об их гармонии, чтобы это зерно заботе и любви Бога возросло и дало свои плоды. Так, он немножко образно, сейчас я переведу. То есть, он говорит начало любого дела это как брошенное зерно. это может быть сказанное слово, это может быть подписанный документ, это может быть первое написанное слово большого романа, это может быть первый цветок подаренный любимый, да, это может быть первый цветок подаренной любимой, еще невинной девушке, та, которая не познала всю радость соединения с мужчиной, почему она называется невинной. Это не потому, что у нее есть какая-то вина, а потому, что она не испытала тех чувств, она еще не испытала тех чувств, которые сделают ее готовой к рождению мальденца, то есть, невинной, это уже более современное, раньше назывались наивной. Наив, то есть, это состояние души ребенка. И бывает, что парень, подарив первый цветок своей любимой девушке, еще наивной, романтичной, спешит перейти к действиям, когда она еще не готова. И этим портит все дело, даже до того момента, даже доходит до того, что девушка начинает чувствовать страх и настороженность, и недоверие, вызванное поспешностью парня, и из-за этого рушатся их отношения, не рождается ребенок. умеете ждать, умеете вкладывать в любое дело свою энергию, свою силу, и умеете ждать, не ожидая того результата, который вам необходим, не зацикливайтесь на результате, умеете отпустить плод по течению, чтобы встретить его в другом месте, наполненном сокровищами вашего разума и богатства души. Благодарю, благодарю, Михаил. Вот тогда так просто красиво, но Михаил так говорит красиво, очень не нравится. Вот такой вопрос, продолжение, прямо вот девушка, она там, да, может быть парень спешит, но здесь вопрос именно о деятельности, влияет ли время близости, в которую произошла близость мужчины и женщины на пол ребенка, на его как бы на то, каких вибраций дух воплотится, на здоровье, то есть вот само время зачатия, ну даже наверное не зачатия, а близости, ведущие к зачатию, оно влияет на то, какой дух воплотится. Из материального мира, в котором и созданы системы астрологии, все-таки они созданы в материальном мире с помощью материальных органов, которые вы называете головным мозгом, которые настроены только на линейное восприятие действительности, линейное, счет по порядку, действительно так и видится, что от времени зачатия зависит определенная структура духа. Из духовного мира все наоборот. Время зачатия и пол ребенка определяется еще в духовном мире. И в момент зачатия пол уже известен. Пол известен уже тому духу, который приходит к родителям в момент зачатия. Да, в момент зачатия своего будущего тела вы все присутствовали рядом со своими родителями. Вы их видели. Ну, как не физически, а энергетически. Что может повлиять на дух? Негативно может повлиять если будущие родители сливались друг с другом не в состоянии чистой любви. Если это происходило в состоянии гнева, страха, каких-то негативных эмоций, то зачатие все равно произойдет, потому что так осуждено духу, у него план воплощения, но когда соединятся две клетки, материнская и отцовская, и дух будет вводить свою жизненную силу в эту клетку, он, если они будут как находиться в поле матери и отца в низких вибрациях, то дух не сможет это сделать на сто процентов правильно, будут какие-то искажения, потом, если они были маленькие, дух сможет их нивелировать, уменьшить, совсем растворить, особенно если он с высокого духовного уровня, и очень важно в этот момент быть в гармонии, зачатие человека это великое таинство, это великое священное таинство, в идеале, как и говорил очень хороший мой друг Кришну, который будет завтра, он просто уже знает, я ему сказала, мы с ним поговорили, как он и говорил своим возлюбленным, ну, как не Арджуни, а как девушкам, которые искали с ним близости, в теле, на земле, он им говорил, что я каждая, да, я могу потратить каждую каплю своего семени только для зачатия ангела, или для того, кто в будущем сможет им стать. То есть у него такой был идеал, это очень ценное вещество. Почему он так сказал? Потому что в идеале из духовного мира каждое зачатие, оно священное. и я знаю, он говорит, лично таких людей, которые совершали эти контакты для рождения ребенка. То есть более как осознанно. Я тут вовсе не порицаю тех людей, кто идет на другой выбор. просто говорю о том, что в любом случае любое акт соединения мужчины и женщины, который может сопровождаться хотя бы теоретически зачатием ребенка, он должен проводиться в состоянии священного трепета, восторга и ожидания духа. Ну хотя бы любви, принятии. Не тогда, когда поссорились двое казалось бы любящих друг друга людей, но не умеющих принимать другого таким, как он есть. А если допустим вот дух он вводит жизненную силу, зачатие произошло, вибрации были низкие родители в этот момент и он не может нивелировать, компенсировать. На что влияют эти низкие вибрации? На здоровье получается тело или на что? Это влияет на формирование всех органов тела, в первую очередь головного мозга, сердца, костной системы, а также влияет на психику духа, то есть как на характер. То есть например в нем это может зародить чувство опасности, такого-то страха. Ему могут передаться чувства гнева отца, который например в порыве чувств проявлял некоторое насилие к женщине. Такое бывает. И это может вызвать в нем какое-то там скрытое раздражение, агрессию, которая будет проявляться в детском возрасте. И потом в детском возрасте придется это родителям компенсировать, то есть исправлять уже представьте, что посадили молодое деревце и пока росток маленький, он начинает расти не туда. И чтобы его исправить, приходится уже прилагать усилия. Да, замечательное знание. Еще раз что поговорите с Митго с Каусом. У них на Ислере преподается семейный предмет, для детей преподается предмет семейной психологии, в том числе и культура зачатия, рождение и воспитание детей. Это у них преподается для детей в школе. И это им помогает всей цивилизации идти по пути света. Да, я бы в такую школу и сейчас бы сходил и сам получился. Михаил, подскажи, пожалуйста, дух ребенка, он за какое время до зачатия он выбирает родителей, но если с точки зрения материального мира смотреть, может ли он их выбрать еще до того, как встретились они, эти люди? или вот он может их выбрать до того, как они встретились или после того. Это время индивидуально, до какого он выберет, ему покажут как родители несколько, кому он подходит и он выбирает из нескольких, он хочет пойти. И если это земля, да, выбрал земных родителей, ему показали конкретную например, маму и конкретную папку, это могут быть конкретные мужчины и женщины, которые еще между собой могут быть незнакомы. И он может сам, особенно если это ангел высокого уровня, он может сам приходить к ним и пытаться построить событий наряд таким образом, чтобы они встретились, чтобы у них появилась симпатия или любовь или симпатия, чтобы они вступили в контакт и он смог бы войти в тело. Да, замечательно, благодарю за это знание драгоценное. Следующий раздел, который мы рассмотрим, он называется Немита, это раздел, посвященный интерпретации знамений, а вот такой тоже есть раздел ведической астрологии. например, если считается, если думать об отношениях с кем-либо, да, и видеть при этом кошку и собаку, то это говорит о том, что будет крах в союзе, вот, в этих отношениях, да, о которых думаешь. Если, допустим, кошка пересекла дорогу справа налево, то это плохой знак считается. Вот, надо отменить встречу, в общем, не идти туда, где это произошло. Вот, или, допустим, увидеть кролика или зайца во время путешествия, очень плохой знак, ну, такой же плохой знак увидеть ворону, которая стоит на одной ноге или чистит перья, это вообще к смертельной опасности. Вот, ну, там еще много всего, в общем, если там части тела даже можно, там, допустим, если подбородок чешется, это к росту доходов, если нос, это наоборот к неудаче. Вот такой вот. В то раз видела и ворон, и чистящих, и не чистящих, и никого только не видела. Вот, так вот, вопрос, да, существует ли знамение в состоянии бодрствования, потому что целый раздел, не миром. жил, 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 да, жил, жил, черный кот за углом и кота ненавидел весь дом. Помнишь? Да. на самом деле за каждым таким знаком стоят какие-то определенные символы, которые передавались устно или, скорее всего, устно от поколения к поколению. нужно смотреть каждый отдельно, что оно означало в древности, а потом людям свойственно передавать какой-то опыт, но они могли забыть первоначальное значение какого-то события, тратить его в процессе передачи, и тогда это все превращался в дурной знак. Ну, например, возьмем ворону, чистящую крылья, где он появился, этот знак, и почему он смертельный опасности. На самом деле это объясняется довольно просто. Смертельная опасность. Это появилось как раз примерно в то же время, когда жил Кришна. Может, даже чуть раньше, в любом случае, в эпоху частых очень войн. И особенно в средней полосе нотки, такой, как климат подвоз, как в России, где много ворон, и так далее, если произошла битва, какая-то стычка, как бой между небольшими племенами, такое часто происходило, то они там убили какое-то определенное число воинов, могли убить вообще друг другу, там, один убил, а второй его ранил, и он тоже умер. Ну, даже если кто-то победил, победитель, труп своего врага, он никуда не закапывал. Это было просто незачем делать, он его оставлял на месте, но если это было разбойниче, нападение, он там снимал с него, показывает какой мешок, вот такой мешочек с монетами, еще что-то, если это была девушка, он его водил с собой, если она была с ним, труп оставался, или если это была битва, нет, через 3-4 дня на это место слеталось много ворон, естественно, чтобы потребить ту пищу, которая там была, естественно, их стремление. Они слетались со всей округи, было довольно много, тем более было такое большое место, то есть с большим количеством людей. И у ворон есть такая особенность, которую, кстати, заметили древние люди, что когда они накушаются, они отлетают чуть в сторону и начинают чистить перед. приводить себя в порядок. Так если они отлетели в сторону от этого места боя, или от места, где часто нападали разбойники, это место могло быть незаметно за кустами, например. Но они могли сесть на дороге и чистить перья, а человек мог идти другой. попадал в беду и он видел, что ворона чистила перья, но он не мог придать значение. Чистит и чистит. Но это был знак того, что где-то поблизости вот такое место неопасное. Где-либо нападали разбойники. Обычно они могли приходить в одно и то же место где-то прятаться посадил. Поэтому этот человек тоже становился жертвой разбойников и уже его уже на него слетались вороны. И потом это люди заметили, что вот если ворона, то может быть нападение. Но они это связали таким образом, а потом эта связь утратилась. Именно за любое. И там просто стало, что ворона, который чистит перья. Однако смертельная опасность. Да, так и было. Я объяснила вот это? Да, да, да. То есть это получается знание, это накопленный опыт за многие тысячелетия, который был привязан, но это знание было привязано к определенным местам, событиям. А сейчас оно применяется может вообще ко всему, к другим местам. Потому что первоначальная связь событий была утрачена. То есть просто рассказывали, что вот ты сынок, если увидишь ворону, чистящую перью, лучше сверни в сторону и пойди по другой дороге, подальше. Или вообще вернись назад. То есть это говорили, но почему нужно вернуться назад, об этом не упоминали. уже. И поэтому такую связь образовала. Понял, понял. Михаил, подскажи, пожалуйста, может ли ангел посылать знак человеку, да, и какие знаки обычно они посылают. Допустим, человек, он ждет какого-то ответа от ангела, да, либо он сомневается в чем-то. Ангел может ему... Это всегда очень индивидуально. Может быть слово в книге, он на него может обратить внимание. Да. Может быть набор цифр, который имеет определенное значение. Когда, например, на часах будет время одинаковых цифр, ангел может ему в этот момент человеку подсказать мысли или желание именно в этот момент посмотреть на часы. И так несколько раз, чтобы он понял, о чем это послание в зависимости от символики цифр. чтобы расшифровать, лучше, конечно, спросить у высшего Я. А это делают ангелы-хранители? В книге, если человек читает книгу и одновременно смотрит какой-то фильм, вот сейчас такое бывает, и бывает, что он одно слово прочитал и в тот же момент слышал по телевизору. Тоже это может быть подсказкой, потому что вот именно такое событие мог подстроить ангел. Посылает события ангелы-хранители или наставники, кто обычно? Ангелы-хранители, наставники и кураторы, то есть гуманоиды плавной 100 год. Понятно, благодарю. Вот такой вопрос, может ли человек видеть знамения во сне, то есть могут ли его кто-то предупреждать о грядущих событиях, а вот кто это делает и вообще есть ли это? Да, могут предупредить о событиях, что-то показать ему какую-то, могут показать во сне его ангел-хранитель или просто его высшее я, который тоже находится в духовном мире, могут показать какую-то ветку событий, которые негативно и признаки, чтобы он этого не делал, не шел туда. Например, ангел или высшее я человека знает о том, что опасно спать на каком-то месте. Или там ходить туда, он может показать человеку во сне, что человек там погибает. Если он туда не пойдет, он этого и беда. Какой ему будет. То есть, как бы однозначно, чтобы человек это понял, да? Для него будет показано. Ну, бывает одна, а бывает в виде символов. Вот опять вот индивидуальное восприятие человека знает. понятно. А вообще, есть ли какие-то универсальные? показывают высшее я через сны какие-то проблемы с физическим телом. Ну, например, человеку может сниться постоянно один и тот же сон несколько раз в неделю, что он подавился костю рыбы. Это намекает, как высшее я, намекает на обследование данной области. Когда человек проходит обследование, у него там какая-то опухоль горка. Высшее я, подсказывает? Ну, она знает, что там такое есть, и других способов общения не имеет. вибрациях А вообще все ли люди могут допустим эти знамения видеть во сне? Или это только кто на высоких вибрациях находится? Или любому человеку это доступно? Ну, высшее я пожелает донести? Если высшее я пожелает донести, оно донесет до любого человека, на любом уровне вибрации. Насколько человек услышит и поймет, это уже будет зависеть от его осознанности, желания, смелости. Некоторые это просто не хотят замечать. Благодарю. Вот, этот раздел мы прошли. Так, следующий у нас раздел, он называется ГОЛО. ГОЛО это раздел наблюдательной астрономии, тоже относится к ведической астрологии, потому что все начиналось на самом деле с астрономии, с наблюдения за небесными объектами. Вот, и такой вопрос, ну, известно в ведической литературе описывается сапта-риши, это термин на санскрите, это, если перевести, семь божественных мудрецов, которые связывают, ну, ведическая литература их связывает с происхождением человека и знания вообще. Вот, их имена называются Гаутама, Бхарадваджа, Вишвамитр, Джамадагни, Васиштха, Кашьяпа и Атри. Вот эти вот семь мудрецов, они считаются творцами вселенной и прародителями всех, кто живет, да, людей. Вот, ну, и, соответственно, почему это я к астрологии отношу, потому что их именами как раз вот называются в индийской астрономии называются семь основных звезд созвездия Большой Медведицы. Вот, кем являются на самом деле вот эти Сабта-Риши, вот, семь мудрецов? Это родоначальники племен, а также некоторые из них являются мудрецами вот в этих племенах, которые были после войны, 12 тысяч лет назад, когда стали люди распространяться по земле и развиваться на племена какие-то вот они стали множиться на земле и некоторые вожди племен и жрецы были названы как у вас это называется род, как начальник рода, то есть как прародитель. Родоначальник, да, ну, я понимаю. Тот, от кого ведет происхождение целый род или там вообще народ. То есть определенного племени получается не прародитель. Считалось в древности, что сын выходит как из внутренности отца. И если такой сын становился вождем племени, то его отец становился автоматически отцом, как прародителем. То есть считалось, что например весь народ мы будем говорить там евреев, израильтян вышел из семени Авраама. Потому что частичка его в каждом из евреев передавал. Так он считал. Не то, что даже ДНК, а вот как энергетический слепок ДНК. И тогда еще не разговаривали такой терминологии, но суть была та же. Благодарю. А вот Михаил, подскажи, какая связь у этих родоначальников племен с созвездием вообще Большой Медведицы? Почему именно с этими главными семью звездами связывают их имена? почему именно с Большой Медведицей? Саб Тариш И Граха это созвездие называют? Ну вообще название такого, да, название созвездий в Индии, они были ну примерно названы может быть через там полторы тысячи, там две тысячи лет после вот этой вот войны. уже это были какие-то названия и почему именно этими родоначальниками? созвездие в северном полушарии во-первых оно является не заходящим близко расположенным от полюса мира, ну как от полюса мира, то есть от самой высшей точке неба и оно является очень заметным, то есть его легко найти на небе и поэтому звезды названия вот этими названия как самые важные и как самые заметные. Понятно, то есть самых важных заметных людей их именами назвали самые важные заметные звезды. Человек стремится обозначить знакомыми себе терминами. Кто-то это обозначал медведицей это созвездие, кто-то обозначал коровы, кто-то обозначал ковшом некоторым, кто-то обозначал ими показывают как полоска с лошадью. Разные были значительны. Понятно, благодарю. Вот следующий вопрос. История с Шимат Бхагаватом о Махараджи Друве, то есть это сын царя Анапады, который получил в дар от Вишну планету, которая называется Друвалока. И описывается, что эта планета является центром вселенной, вокруг которого вращаются все звезды. Это полярная звезда. Судя по описанию, это полярная звезда. Описывается в ведах, что планеты солнечной системы, вообще все звезды, они вращаются вокруг этой планеты Друвы Махараджа, полярной звезды. У меня такой вопрос, исследована ли эта полярная звезда, ну и кем является Друва Махарадж, как он связан с этой полярной звездой? Полярная то, что вы называете полярная звезда, там живет цивилизация, она не входит в Межзвездный Союз, но она входит в Галактическую Федерацию Света, так, название ее на Галактическом Раншкак такая Раншкака Да, Раншкака Там живут существа Он мне показан как человека, но ноги как вот такие вот бывают у кузнечика То есть это как Нет, это не кузнечики, то есть они произошли от некоторого подобия только больших летучих существ, чем-то похожих на летучих мышей. Так, как это у вас будет на земле? У вас таких нет животных? Но это как примерно очень похоже на инсектоидов, но они теплокровные. Это там вот они на полярной звезде живут. Такая замкнутая цивилизация. Ага, а вот как все-таки вращается вселенная? Они можно получить сведения, но они никого особо как в свой мир не пускают в свои дела. Они просто стоят в галактической федерации света на земле у них контактеров нет. Насколько я знаю, не слышала. Австральные такие есть, но я не встречала. Это вот именно одна из планет систем этой звезды или сама звезда? полярная. Одна из планет. Одна из планет. Она как восьмая по счету от звезды она мне показывает. И там живут эти существа, которые могут до сих подниматься в воздух. Тело у них какого-то коричневого цвета, какие-то крылья есть, но они у них уже не умеют летать, а вот просто как атрибут. То есть они как уже потеряли способность к полету, физиология изменилась, они стали более, приобрели большую массу тела, те полости, которые были заполнены воздухом, они теперь исчезли, уступая место узла нервной системы, который как исполняет функции, у вас мозг. Вниз воплощается разумный дух. Понятно, благодарю. А вот сама полярная звезда является ли она центром вселенной, что почему так древние люди так называли? Вообще центром вселенной для нашей галактики в личный путь является центр галактики. Полярная звезда это точка вокруг которой вращаются видимые созвезды, как бы вращается небо, когда человек смотрит вверх. Приятие человека, но в разной эпохе роль полярной звезды выполняли разные звезды. Когда это была Вега. Очень такая яркая звезда и вокруг нее все вращалось. Вот как раз во времена Кришны примерно это и было. Через несколько тысяч лет такой полярной звездой будет Тубан Альфа Дракона. Понятно. Благодарю. А сам Друва Махарадж какую имеет связь с этой звездой? Что имеется ввиду, что ему подарили планету эту? Это символ чего-то? Планету значит подарили воплощение на ней. А, вот что означает. Понял. Благодарю. Так вот такой вопрос с астрономической точки зрения. Вот если смотреть Земли, все звезды и группы звезд располагаются в северном или южном полушарии небесной сферы. Вот созвездия южного полушария невозможно увидеть, находясь в северном полушарии Земли. То есть можно только увидеть созвездия северного полушария. А вот цивилизации, которые выходят на контакт с нами, цивилизации Межзвездного Союза в первую очередь. такие как Бурхат, Тумисоу, Теслер, Шимор, Дисару, Футиса, Ташик. Футиса это Галактическая Федерация Света, но тем не менее Ташик, Силбет, Дарав. Все эти цивилизации имеют свои центральные планеты в северном полушарии небесной сферы. Чем это объясняется вообще? Есть ли какая-то в этом закономерность? Что кто с нами выходит на контакт их планеты? Тихо. Вот планеты Тихо, зверье скульптора. Это южное полушарие. Просто эта часть галактики она является более населенной. Столио. Возможно более населенной. Какую причине? Той причине, что все цивилизации они как группировались вокруг Бурхада. Вокруг Футисты и так далее. А в южном полушарии есть планеты тоже, которые входят в Междузвездный Союз и Галактическую Федерацию Свету. Но их там действительно меньше. И сейчас там есть колонии например. В этих планет. То есть это связано с Бурхадом. Старались колонизировать и населять те планеты, которые рядом. в том же находятся участки небесной сферы. Примерно они там все цивилизации, которые были присоединены к Межзвездному Союзу, они находились относительно далеко Друга. Понятно. Благодарю. Ну и здесь у меня уже завершающая стадия вопросов. То есть я хотел бы в конце спросить вот могут ли ангелы-консультанты помогать астрологу консультировать людей и как правильно настроиться на консультацию, чтобы получить их помощь. Вот это для всех астрологов. Здесь действуют те же правила, что и в контактах с другими кураторами. Вы входите в контакт со своим высшим Я и просите пригласить на контакт куратора с 22 уровня духовного мира неуплощенного духа. Например, свою собственную наставку. Есть у каждого человека. Обычный их даже несколько. Обязательно говорите цель, например, для обмена информацией и энергии. И когда вы почувствуете присутствие в ощущение, вы почувствуете его присутствие или энергия или увидите свет, каждый по-разному. Как только вы поняли, что не одни, говорите Я благодарю тебя мой наставник за то, что ты пришел, прошу лазови свое имя. И здесь общение идет мыслями. И он когда скажет, вы услышите это не как голос, а мысль. Скажите, благодарю тебя, что ты пришел, посылаю тебе свет своей любви и задавая конкретный вопрос. Чем более конкретный будет вопрос, что вы хотите узнать, тем более конкретный ответ. А вот в процессе консультирования человек, астролог его консультирует, и иногда астрологу нужно такие ответы давать, которые требуют такого интуитивного понимания. Где-то даже он не знает, но говорит, чувствует, что вот так надо сказать. Можно ли в процессе консультации получать передачу информации, получать информацию от ангелов-консультантов? Если учитесь это делать сначала без посетителя, привыкните к его энергиям, привыкните к его вибрациям, адаптируйтесь, поймете, как у вас идет контакт, можете в процессе мысленно потом приглашать и спрашивать. В процессе консультирования можете приглашать мысленно через высший я ангел-консультант. Даже можете с разрешением человека можете поприскать, я могу войти в контакт с вашим наставником. Но лучше, конечно, если это будет опять же через его высшее я, но если вы делаете именно логическое консультацию, то есть это тоже может быть такое, то вы можете пригласить своего наставника и его наставника через свое высшее я, и они будут вдвоем говорить. Да, благодарю, замечательно. Я думаю, так нужно проводить консультации, это максимальное благо принесет. Сколько придет наставник другого человека, так же обязательно поблагодарить, послать ему свет любви, спросить его имя и спросить, что я благодарю, что ты пришел, я знаю, что ты составлял план воплощения для этого человека, вот нас интересует, как этот план воплотился через гороскоп, что это значит, какое толкование ты дашь. Они очень с удовольствием дают разъяснения, которые будут способствовать духовному развитию человека, оставником которого они являются. Благодарю. Дорогой Архангел Михаил, я бы хотел попросить тебя пожелать, что бы ты хотел пожелать всем астрологам Земли, какие твои рекомендации следуют учесть вообще нам, как астрологам, я как представитель астрологов, при работе с людьми, что бы ты хотел пожелать всем астрологам Земли? Я бы хотел пожелать здравствуйте дорогие друзья, он говорит, я бы хотел пожелать всем астрологам Земли помнить, что любая звезда это отражение красоты Всевышнего Создателя всех миров и его мудрости и любви. И любая звезда управляется божественной энергией и волей в форме воли согласных с ним представителей плазмоидных цивилизаций, которые собрали эти прекрасные сияющие светом и теплом шары из первичного вещества Вселенной. То есть помните, что символы планет, звезд, аспектов, знаков это буквы и слова того из которого можно составить текст для каждой души человека, который к вам придет. И главное, чтобы вы это делали с любовью каждому человеку, не неся ему деструктивных эмоций, страха, вины, а только помогая развивать в нем любовь нашего общего Небесного Отца. пусть прибудет с вами благодать Святого Духа и источника энергии всех миров. Благодарю, принимаю благословения. Я очень признателен Архангелу Михаилу, что он сегодня нас удостоил своим явлением, отвечал на эти замечательные вопросы, ответы были еще лучше, чем вопросы. Я хочу от себя пожелать всем астрологам Земли нести свет своей божественной любви тем, кто его ищет, кто в нем нуждается, чтобы вы были настоящими проводниками света и всегда радовали ангелов, выполняя ту работу, которую ангел в духовном мире выполняет, выполняли ее на Земле. Это от меня пожелание. Благодарю еще раз. Благодарю Ирина, благодарю. Благодарю Дима, благодарю Архангель Михаил, благодарю вас, дорогие телезрители, за что вы были с нами. До новых встреч, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров Корректор Субтитров